Друзья, привет! Сегодня не будет какой-то веселой, забавной истории о том, как я делал эту ванну. Речь пойдет о подготовительных процессах, то есть это будет такое техническое, короткое техническое видео о абразивных дисках, которые используются для качественной подготовки поверхности эмали ванны. То есть идея в подготовке заключается всегда в том, чтобы поверхность была ровная, гладкая, чистая и для того, чтобы была максимальная адгезия к наливному покрытию. Поэтому давайте заценим. И вот, кстати, забываю, ребят, всех благодарю за интерес к тому, чем я занимаюсь и вообще в целом к этой теме. На канале уже 556 человек. Это достаточно большое достижение для меня, потому что YouTube для меня казался таким темным, страшным, тяжелым делом. Но дело потихоньку идет. Спасибо вам. Итак, в работе старая советская чугунная ванна без реставрации в прошлом. Называется такая работа первичная. И сегодня попытаюсь сравнить два диска. Справа у нас абразивно-зачистной, достаточно жесткий. Слева коралловый, достаточно мягкий. У правого диска размер абразивной фракции P80. В общем-то, с него и начнем. И в целом я всегда произвожу подготовку этим диском. Единственное, что фракция обычно используется 60, а не 80, как в этом случае. Ну, в целом для меня тут ничего удивительного. Эффективная, быстрая шлифовка. Теперь приступим к коралловому диску. Ну, тут, в общем, все понятно. Хорошая вещь, но для достижения такого же результата, как абразивно-зачистного диска, пришлось потратить как минимум в три раза больше времени. По итогу, для великолепной подготовки необходимо использовать оба диска вместе. То есть, первичную грубую шлифовку производить жестким зачистным диском можно 60-й фракции, либо 80-й, как в этот раз. Но, как оказалось, что 80-я фракция оставляет очень много черных следов. То есть, абразив подгорает, хотя шлифовка производится на малых оборотах, где-то 4,5 тысячи. Ну, даже несмотря на подгоревший абразив, достаточно мягкая шлифовка. То есть, на закругленных частях риска и грани, конечно же, есть, но не настолько сильно выражены. Вот сейчас очень хорошо видно, что диск всегда идет по плоскости, и, соответственно, остаются явные следы. Если материал жидкий, не густой, то после нанесения покрытия эти грани будут видны. Когда из-под покрытия проступают следы от шлифовки, это не является в целом браком. Но это не показатель хорошей и качественной работы. То есть, такую работу нельзя продавать по верху рынка. Соответственно, нужно шлифовать еще раз. Но как раз уже не диском, а коралловым вот этим вот, вот этой коралловой губкой. Результат прекрасный. Все остатки, то есть, во-первых, убираются все следы подгоревшего абразива. Практически все глянцевые места зачищаются. Грани, что является основной проблемой после жесткой первичной шлифовки, сглаживаются достаточно сильно. Они не уходят полностью. Но я думаю, что если взять диск коралловый с фракцией более жесткой, результат будет еще лучше. Я обязательно попробую. Вот эта вот повторная шлифовка, так называемая финишная, займет максимум полчаса. Но на результат влияет невероятно сильно. Вся подготовка по этой работе, я имею в виду все этапы шлифовки и обезжиривания, занимает чуть меньше двух часов. Где-то час сорок. Это с учетом демонтажа бордюров и демонтажа старой сливной системы. Хоть она и была пластиковой в этот раз, но это была старинная система, ее тоже не так просто снять. Сейчас обращаюсь к потенциальным заказчикам, которые могут смотреть это видео. Пожалуйста, готовьте чистую светлую ветошь. Потому что когда ветошь цветная, она оставляет следы на поверхности после высыхания ацетона. На процессе нанесения покрытия я акцентировать не стал, поскольку здесь основная задача была показать подготовительный этап. Но, как видите, технология та же. Первая порция по борту, потом регулируется толщина шпателем, потом закругленные части. И когда все стекает, мы уже ровняем толщину слоя на дне. Конкретно в данном процессе материал достаточно жидкий. Это не является показателем его качества. Сказал наоборот, чем жиже материал, тем он считается менее качественным. Потому что толщина слоя остается меньше, соответственно уменьшается надежность. Перед тем, как закончить полностью работу и закрыть дверь, надо проверить на попадание пыли. На основном объеме ванны ничего не было, но тот бортик, где я стоял, оказались какие-то мелкие волосинки. Непонятно, откуда они там появились. Скорее всего, это качество ветоши, которое приготовил заказчик. Но, кстати, есть вероятность, что волоски эти в самом материале. Летом была определенная проблема у определенного производителя. Не буду говорить, кто. Так что, друзья, всем спасибо. Делайте свою работу качественно. Следите, подписывайтесь. Пожалуйста, ставьте лайки. Это очень для меня важно. Всем спасибо.